Взрыв страстей. Житель Рязани пришел мириться, а в итоге устроил диверсию. Пришел сам привези друга, почему сетевой маркетинг и форумы для неуверенных причисляют к сектам. Садись, прокачу. За Генкой симпатяга и скрывался жестокий убийца в рубрике «Дело номер». На прошлой неделе жильцы дома, расположенного на улице Гоголя, услышали странный хлопок. Через некоторое время засуетились люди. И стало понятно, что случилось ЧП, прогремел настоящий взрыв. К счастью, серьезно пострадал только один человек, собственно, сам неудавшийся пиротехник. Но очень скоро потерпевший превратился в главного фигуранта уголовного дела, которое возбуждено Следственным комитетом по статье «Покушение на убийство». Кто же так насолил мужчине? По версии следствия, мужчина пришел в квартиру к своей бывшей сожительнице, с которой у него произошла ссора. В ходе ссоры он взорвал маломощное самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ему оторвало кисть руки. С полученными телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу, где ему оказывалась медицинская помощь. Женщина 1970 года рождения в шоковом состоянии также доставлялась в больницу. Ее 21-летний сын, который в это время находился в квартире, не пострадал. По имеющимся данным, подозреваемый ранее уже угрожал своей бывшей сожительнице убийством, в связи с чем он привлекается к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ, то есть угроза убийства. Как выяснилось, подозреваемый и хозяйку квартиры долгое время связывали нежные чувства. Они жили вместе, а примерно полтора года назад расстались по инициативе женщины. Экс-сожитель никак не мог смириться с потерей любимой и пытался ее вернуть, в том числе с помощью угроз убийством. Повезло, что в тот день в квартире как раз меняли окно и успели снять раму, когда никем не замеченный диверсант проник внутрь. Основная волна как раз и ударила в оконный проем, иначе потерпевших могло оказаться куда больше. Проблема слепого подчинения непонятным лидерам, представляющим якобы общественно полезной организации, не нова. Еще в 30-е годы 19 века антисектантской работой в Саратове занимался святой преподобный Иларион Оптинский. Сегодня и не счесть направлений общин с красивыми и не очень понятными названиями, где людей попросту превращают в рабов при помощи всеобъемлющей системы запретов и предписаний. И все эти умопомрачительные регламенты и стена отчуждения между ними и социумом, естественно, за счет клиентов. О классических и в частности тоталитарных сектах, которые и представляют особую опасность, вновь заговорили в Рязани в день презентации новой книги известного российского богослово-сектоведа Александра Дворкина. В своем автобиографическом романе «Моя Америка» автор рассказывает о том, как он, молодой московский хиппи, оказался в США и как пришел к церкви. Разумеется, пресса поинтересовалась, какие тоталитарные секты сегодня вызывают особую тревогу. Мормоны, свидетели Иеговы, саентологи, анастасийцы, кришнаиты, виссарионовцы. Вот только что говорили о секте Ольгия Сауляк, пострадавшие обращались, есть и такая псевдоправославная секта. Что примечательно, помимо тайного оккультизма под маской христианства, сектоведы отмечают также и привычный, кажущийся безобидным, пирамидальный многоуровневый маркетинг. Под лозунгами «Купи сам» и «При виде друга» часто кроется только нажива. И та же вариация подчинения, которая воспринимается исключительно как добровольная инициатива. Осторожнее необходимо быть и с тренингами личностного роста. Неустойчивый и сомневающийся первый в списке новых адептов. Не каждый форум во благо. Например, Симтон Козлова. Если, по-моему, в Рязани, в Рязани он есть. Потом форум бывший Эст. Лайф Спринг, он же Аватар и так далее. Но, как правило, как раз те, кому нужна реальная помощь, этого и не понимают. Тревогу обычно бьют родственники, наблюдая одну и ту же картину, как их близкие готовы отписать последние ценности и имущества праздно живущему покровителю, окруженному гаремом из прислужниц и щедрыми подношениями. А все, кто никто не идет. Нет человека, который пришел бы. Они попадают туда. Все, кто приводит, да, через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Только небольшой процент адептов возвращается в социум и, наконец, понимает, что терпело унижение, а нередко и побои напрасно. А потому, если вы заметили странное поведение кого-то из знакомых, не оставайтесь равнодушными. В советское время к милиции относились с особым уважением. Старались верить в правосудие и не допускали даже мысли, что высшую меру наказания можно получить за чужие грехи. За преступления такого серийного убийцы, как Геннадий Михасевич, были осуждены 14 человек. Кое-кто находился в местах лишения свободы, кое-кто даже был расстрелян. Один из обвиняемых в этих преступлениях ослеп в местах лишения свободы. Но, как оказалось, все это были не те люди. И привлекались к уголовной ответственности они незаконно и необоснованно. Когда через три года одного из таких невиновных сидельцев все-таки отпустили и превратили в потерпевшего по делу следователя и прокурора, который упекли за решетку более десятка человек, его поразило, насколько все в этой системе стояли друг за друга. Им дали только условные сроки с защитной формулировкой ложно понятые интересы дела. То есть вроде как и не виноваты они. Ошиблись просто. Поимка Геннадия Михасевича, одного из первых серийных убийц классического типа, совпала с началом перестройки и гласности. Оказалось, что в Советском Союзе есть не только секс, но и сексуальные маньяки. Ведь до ареста Сливко и Михасевича даже в криминалистике не было такого понятия, как серийные убийцы. В 80-е годы в Витебской области начали пропадать женщины. Позже тела большинства из них были найдены. На каждом месте преступления прослеживался один и тот же почерк. Следователи днем и ночью изучали дела, вызывали на допросы попавших под подозрение. Бывало, даже выбивали показания. Из материалов уголовных дел следовало, что женщины были изнасилованы, и у них были похищены их личные вещи, которые находились при них. На раскрытие этих преступлений были брошены все силы оперативно-следственного аппарата, но на протяжении длительного времени раскрыть эти преступления не представлялось возможным. Иногда создается впечатление, что серийные убийцы конкурировали между собой в изобретательности и жестокости. Михасевич, например, на своих жертв не нападал. Он добровольно заманивал их в свой автомобиль, где соблазнял, либо насильно увазил в безлюдное место и душил самый пикантный момент. Иногда он возвращался обратно на автобусе и уже там знакомился с очередной своей жертвой. Даже орудий убийства с собой никогда не носил, любил экспромт. Одну из девушек он задушил веревкой, сплетенной из ржи. Однажды Михасевич подсадил к себе попутчицу, остановил машину возле лужайки. Улыбаясь, позволил женщине собрать букет полевых цветов. Нежно взял за руку и увлек в лес. На этом страстное дорожное приключение для женщины закончилось. В то, что Генка, беспощадный убийца, никак не могли поверить соседки. В небольшом поселке Солоники, который не на каждой карте отыщешь, Михасевича всегда ставили в пример и уважали. Он был скромен, редко выпивал, не курил, не любил похабных анекдотов и краснел, если при нем начинали откровенничать на приватные темы. Никто не подозревал, что этот симпатяга 14 лет упражнялся в убийствах. Как позже признается сам Михасевич, свое первое преступление он совершил 14 мая 1971 года. В этот день он пытался повеситься на бельевой веревке во дворе дома из-за несчастной любви. Но увидев проходившую мимо девушку, красивую и загорелую, этот факт запомнился ему особенно, неожиданно передумал и задушил ее. Стоит добавить, что фотография Михасевича долгое время висела на доске почета, а соседка вспоминала его как заботливого отца, который водил в садик свою дочь Алену, поправлял бантики и постоянно интересовался, не хочет ли она чего. Остается тайной за семью печатями. Он действительно был так незаметен? Или так искали? Правда, одна характерная деталь все же была. Он снимал обувь со своих жертв. Была ли она для Михасевича, как и для Сливко, фетишем, или это делалось для удобства, чтобы сложнее было убежать и сопротивляться, так и осталось неизвестным. А вот в биографии маньяка нет ничего особенного. Родился в 47-м году, был призван в армию, но по причине гепатита демобилизован. Вернулся в Беларусь, где устроился работать на завод. Внешне жил обычной жизнью, имел семью и олицетворял пример активного участника общественной жизни и хорошего работника. А в конце рабочего дня за чайпитием Михасевич говорил своим коллегам-женщинам, «Эх, девчонки, покатал бы я вас». Они, естественно, не знали, что он имеет в виду на самом деле и кто он такой. Как положено, вступил в партию, был даже секретарем партийного комитета, работал по специальности техником-механиком по эксплуатации сельскохозяйственных машин, был народным дружинником. Имел, правда, любовницу, но это, как говорится, дело житейское. Одна из женщин, на которой напал маньяк, осталась жива, и она дала, в общем-то, неоценимые показания для следствия, которые хотя бы позволили наметить направление расследования. Молодой человек среднего роста в сером пальто сначала ее обогнал, потом пошел навстречу, поравнявшись, спросил который час. Когда женщина наклонилась, чтобы посмотреть на часы, почувствовала, что у нее на шее оказалась веревка. Она успела перехватить петлю и не дать затянуть. К счастью для женщины это нападение увидели школьники. Перепуганные дети не придумали ничего лучше, чем начать громко петь. И преступник ретировался. А его жертва запомнила самую главную решающую деталь. Ее мучитель уехал на запорожце красного цвета. В 1967 году о новом прорыве в сфере автомобилестроения на центральном телевидении выходит сюжет. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Впрочем, посмотрите сами. Не правда ли? Красивая машина. Но Михасевич был командиром отряда добровольных дружинников и обо всех планируемых действиях против себя он узнавал одним из первых. Более того, возникла правильная версия, что профессия убийцы связана с передвижной техникой. Михасевич регулярно привозил запчасти в автомастерскую, которой заведовал. И он же сам, будучи внештатным милиционером, проверял водителей фургонов и красных запорожцев. Эта работа была трудоемкой, так как запорожец был истинно народным автомобилем. И красных запорожцев в Витебской области насчитывалось приблизительно 7 тысяч. И тем не менее преступник занервничал. Он понял, что может попасть в мышеловку. И придумал несуществующую организацию, состоявшую якобы из мужа ревнивцев. Для этого он написал в несколько газет Белоруссии письма от имени якобы созданной Белоруссией организации патриоты Витебска. И в этих письмах, которые были как бы воззваниями, писалось о том, что надо убивать милиционеров, как выражалось, убивать легавых. Ну и ряд призывов такого же толка. Похожая записка была помещена Михасевичем в рот одной из жертв. Это стало еще одной ошибкой. В этих письмах стояли входящие, исходящие номера. Ну, то есть, они были изготовлены по всем правилам дела производства. Следователи сделали вывод, что человек, написавший эти письма, не просто там работяга какой-то, а человек, работающий в какой-то или конторе, или в каком-то учреждении и имеющий дело с документооборотом. На задержание маньяка отправились три группы захвата, но Михасевича не оказалось ни дома, ни на работе. Его нашли в соседнем селе в гостях у родственников с упакованными чемоданами и билетом на самолет в Одессу. Это было 9 декабря 1985 года. Этот зверь в человеческом обличье был как никто последователен в выборе своих жертв. Он убивал исключительно девушек и женщин, у которых еще не угасла природная красота. На его счету около четырех десятков загубленных жизней. Сам он называл цифру гораздо больше. А потрясенные жители его родного села до сих пор верят в то, что над ними висит проклятие покойного маньяка, которого расстреляли еще в 1987 году. Когда вам придет в голову совершить безрассудный поступок, вспомните слова римского мимического поэта Публия Сира быстрее всего настигает та опасность, которой пренебрегают. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин